Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Друзья, сегодня приготовим с вами жареную рыбу судак в четыре способа. Выручит вас всегда готовить очень легко и просто. Можно заранее сделать заготовку, почистить, разделать на то филе, на тушке, которое вам в будущем понадобится. И очень быстренько гости на пороге, праздники не за горами. Вы приготовите шедевр. Поверьте, это очень вкусно. Итак, для начала. Рыба у нас судак, повторяю. Это живая рыбка, речная. Была живая. Мы ее распотрошили. Удаляем голову. Все плавнички, потрошки. Обязательно срезаем хвостик. И вот для первого способа приготовления нам нужна целая тушка. Вот мы ее подготовили и откладываем в сторонку. Второй способ. Мы делаем заготовку точно так же. Почистили, убрали плавники и срезаем тушку на одно филе. Проводим нож по хребту с одной стороны и с второй. Судак рыба очень вкусная. И практически нет костей, которые мы все не любим выбирать. Убрали хребет и убираем ребрышки. То есть и реберную косточку. Вот филе у нас идеально. Повторяюсь, его можно замораживать. Но, конечно, любая рыба вкуснее, когда она свежая. Только-только вот была живая. И готова к обжарке. Либо к другому приготовлению. Вкус совсем другой, чем, конечно, достать с морозилки. Поэтому по возможности старайтесь употреблять все-таки свежую рыбку. Итак, третий способ. Также все лишнее убираем. И разделываем рыбу по хребту на двойное филе. Наша задача рыбку не разрезать пополам. А убрать хребетную косточку и рыбу как бы развернуть. То есть старайтесь, когда нож ведете вдоль рыбы, не разрезать его глубоко. Вот в этом моменте именно. Мы ее как бы раскрываем. Помогаем ножницами. И удаляем хребетную косточку. Также все остальные косточки будем удалять. И что вы видите, то есть мы вы neighbours. И вот, кстати, все остальные косточки beasts. Дальше. И в последнее время всеidentheadмом Umber , Вот филе наше готово. Двойное филе уже готово. Все косточки, которые мы срезаем, ни в коем случае не выбрасывайте. Можно приготовить очень вкусную уху. Рецепт есть у меня на канале. Ссылочка появится у вас сверху. Заходите, смотрите, пожалуйста. И вот четвертый способ. Нарезаем тушку на большие кусочки. И будем сейчас все обжаривать, готовить. Первый способ у нас обжарка кусочками. Добавляем растительное масло, веточку семьяна, рыбку присаливаем немного. Сковородку хорошо разогреваем, потом огонь держим средний. Панируем просто в муке и обжариваем до готовности с двух сторон. Добавляем перчик по вкусу. Рыбку переворачиваем, когда она уже подрумянилась, имеет золотистый цвет. Накрываем крышечкой, огонь средний держим. После добавляем кусочек сливочного масла, возможно еще у бахте огонь, чтобы масло не горело. Немножко как бы протушить рыбку. Переворачивайте ее несколько раз, чтобы она пропиталась сливочным маслом. Этот способ рыбы очень вкусный, особенно судак бесподобно. Ну вот рыбка и проготовилась. Готовность проверяйте так, чтобы мясо отходило от кости. Значит рыба будет уже полностью готова. Но не передерживайте, не пересушивайте. Эту рыбу мы будем подавать с жареным луком, с картофелем. Поэтому мы заранее почистили лук. Нарезаем крупно на полукольца. Также на сковородку добавляем растительное масло, сливочное, сахар, немножко соли. И обжариваем лук до слегка карамельного цвета. Вот такого. Рыбку выкладываем с картошечкой на блюдо. И посыпаем жареным лучком. Вот такая вот красота у нас получилась. И получится, конечно же, и у вас. Как вы видите, мясо очень легко отходит от косточки. При этом оно очень сочное, благодаря сливочному маслу. Готовим следующий вариант. Также на сковородку добавляем растительное масло, сливочное масло. Перемешиваем все. Сковородку хорошо прогрели. После огонь делаем чуть ниже среднего, чтобы масло сливочное не горело. Двойное филе панируем просто в муке и выкладываем на сковородку. В процессе приготовления по вкусу добавляем соль и перец. Такая рыба готовится очень быстро, в среднем 1-2 минутки. Добавляем для вкуса веточку розмарина и рыбку переворачиваем. На второй стороне держим и того меньше. Буквально минутку, может чуть больше, и рыба уже готова. Также можно подать с картофелем, с рисом, с пюре. На ваше усмотрение. Рыба получается очень нежная, ароматная и очень вкусная. Готовим третий способ. Целую тушку также панируем в муке. На сковородку добавили растительное масло. И обжариваем рыбку с двух сторон. Добавляем соль. Также перец по вкусу. Веточку тиньяна. Дольки чеснока для вкуса. Такой способ приготовления рыбки оставляет весь сок внутри тушки. Получается рыба самая сочная и самая вкусная. Та, которая жарится тушкой и на кости. Рыбку переворачиваем и поливаем растительным маслом рыбку сверху. Чтобы она еще больше пропиталась всеми соками. И вот рыбка готова. Безумно вкусная. Готовим четвертый способ. На сковородку также добавляем растительное масло, чеснок, сливочное масло. Сковородку разогреваем хорошо. И убавляем огонь на минимум. Подготавливаем для панировки муку и яйца. Яйца просто вилочкой размешайте и лизун готов. Сначала филе окунаем в муку, после в лизун. И выкладываем на сковородку. Огонь держите ниже среднего. Филе у нас маленькое и приготовится очень быстро. За считанные минутки. Рыбка как бы получается запакованная в кляре. Внутри получается очень сочной, а сверху хрустящая корочка. Очень вкусно. Обжариваем одну-две минутки и переворачиваем. С другой стороны держим еще меньше. Буквально, чтобы рыбка закарамелизировалась. По желанию можно снять на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Чеснок убираем, чтобы он не горел. И для аромата добавляем веточку тимьяна и веточку розмарина. Также присаливаем немножко. По желанию черный молотый перец. Вот и все. Рыбка наша готова. Готовьте с удовольствием. Это очень вкусно. Каждый способ по-своему вкусный, прекрасный. Вам очень понравится. Ну что ж, мои дорогие. Спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. И забудьте включить колокольчик. У меня для вас еще очень много интересного. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok